Всем привет! В эфире программа «Утро» на Московском образовательном. Сегодня проводниками в мир образования будем мы, учитель биологии школы номер 1506 Марина Овчинникова и Сергей Гнусарёв, учитель истории школы номер 1590 имени героя Советского Союза Василия Колесника. От чертежа до готовой детали лучший токарь страны по версии чемпионата WorldSkills Russia Junior Александр Гараев проведет мастер-класс и расскажет, как изготовить деталь на станке. Начертить, измерить, изготовить деталь. Марина, это вы о чем? Я гуманитарий, но мне интересны инженерные направления. Было бы любопытно попробовать для себя и это. Я, кажется, знаю, к кому мы можем обратиться. К Александру, ученику школы 1554. Он стал лучшим программистом токарных станков с числовым программным управлением. Он победил в чемпионате WorldSkills Russia Juniors. Да, у московских школьников большие возможности, которые они с успехом используют. Я предлагаю посмотреть сюжет, в котором Александр проводит мастер-класс, в котором показывает, как изготовить деталь на этом удивительном станке. Здравствуйте! Сегодня мы сделаем простую деталь на станке с ЧПУ, но для этого сначала нужно ее запрограммировать среди мастер-классов. Сейчас мы этим и займемся. Для начала нужно создать каркас, чтобы на него наложить потом траектории. Есть много способов, но самое простое — это создание сетки по размерам и потом ее корректировка. Мы создаем сетку по имеющимся у нас размерам, а потом просто убираем ненужные линии, добавляем фаски, радиус, искругление. И потом на все это мы будем накладывать траектории разной операции. Штандарт-классов нужен для измерения линейных размеров. Получается диаметр 80, а длина — 61. Финальный этап — это наложение операций уже на каркас заготовки. И получается, мы сейчас программируем так, как она будет обрабатываться в станке. Мы наложим каждую операцию и настроим ее. В итоге у нас получается готовая программа. Нас остается только ее перенести на флешку и на сам станок. Он за многие годы получил огромный опыт, программируя и работая на станках. И, в принципе, он может доходчиво объяснить, как все работает. Сейчас нам нужно зажать заготовку. Чтобы зажать заготовку, нам нужно переустановить кулачки. Кулачки — это то, что удерживает заготовку в патроне. У кулачков нужно зажать деталь, и у всех кулачков очень ограниченный ход. Получается, зажатие там не больше, чем на 4 миллиметра. Для этого нам нужно поставить их в определенную позицию. Сейчас я произведу установку кулачков по сверлу. Мы меняем положение сухаря и закручиваем его в другой позиции. Сейчас у него уровень колоссальный. Ну, для Москвы пока что на данный момент. На этом мы еще не останавливаемся. Есть впереди отборочные соревнования по России, которые он также будет упорно тренироваться в составе сборной Москвы. Саша, расскажи, что это за стекло? Оно вообще помогает, спасает от чего-то, или для чего оно нужно? Это стекло защитит тебя от любой летящей заготовки. За ним ты в безопасности. Саша, расскажи, для чего нужны педали, на которые ты нажимаешь? Этими педалями осуществляется зажим и разжим заготовки. Саша, что это за пульт? Расскажи, пожалуйста, для чего он нужен? С помощью этой стоки осуществляется все взаимодействие со станком на программном уровне, получается. То есть сюда загружаются программы, здесь настраиваются инструменты, все происходит здесь. Также здесь можно вручную управлять станком, связываясь на при закрытой двери. Сейчас мы загружаем программу и запускаем ее. Одна сторона сделана. Сейчас мы ее перевернем, зажмемся вот так и приступим к обработке второй стороны. Александр рассказал мне, как правильно писать программы, как работать со станком ЧПУ. Очень интересно, все понравилось, круто. Он очень ответственно относится к своему делу. Он очень целеустремленный. Если захочет, он достигнет цели любой ценой. Вот, наша деталь готова. Я неплохо себя показал вот именно в этих инженерных направлениях, и поэтому я планирую работать в этом станочном деле и дальше. Может, переквалифицируясь на какие-то более серьезные аппараты. Планируем мы попасть с ним на мир. Вот. Для начала, чтобы попасть на мир, надо пройти взрослый уже этап отборочного соревнования, и там выиграть национальный чемпионат, чтобы Саша попал на сборную России.